Если поешь блюз, и если ты поешь блюз, то эти чувства помогают. Любить и быть женщиной – это накладывает определенные эмоции на музыку. Джазовые импровизации сменяются меланхоличным блюзом, который затрагивает самые потаенные мысли и эмоции, навевает легкий сплин и уносит в прошлое. Музыка, идущая из глубины, словно воплощает в себе мудрость предков. Внезапно в сотканную из воспоминаний реальность врывается энергичный и жизнеутверждающий госпол. Сдержанность и неожиданность всплеска энергии – контрасты, рождающие гармонию. По приглашению ресторана «Бирман» с единственным концертом выступила обладательница богатого и редкого чувственного голоса – американская певица Лея Гилмор. «Бирман Бар» позиционируется как бар с джазовой музыкой. Привоз звезд такого масштаба мы взяли уже за практику. Лея Гилмор в России впервые. Сложностей было на самом деле и много, и мало, но мы к этому относимся абсолютно нормально. Лея покажет сегодня все, на что она способна. Новосибирск точно этого не видел. Бирман уже не в первый раз привозит артистов такого масштаба. Несмотря на сложности, а их бывает достаточно, организаторы смело берутся за такие проекты, чтобы продолжать радовать своих гостей. Тонких ценителей комфорта и интеллектуальной музыки. Уютная обстановка, наполненная гостеприимством русской души, позволяет расслабиться и чувствовать себя как дома. И даже афроамериканские мотивы звучат гармонично, создавая атмосферу единения и согревая в морозный вечер. Это нравится гостям. И я думаю, что мы будем продолжать привозить. Несмотря на отсутствие аудитории, такой вот большой аудитории, есть любители этой музыки. И сегодня гостям представится возможность услышать настоящий джаз. Было сложно по организации концерта. Лея боялась приезжать в принципе в Россию. Когда узнала, что это из Сибири, она взяла с собой европейское своего менеджера. То есть, если о финансах говорить, то она потратила в 7 раз больше, чем ее гонорар лично от нас. Лея на сегодняшний день известный и весьма востребованный исполнитель в жанрах госпа, соул, блюз и джаз. Обладатель многочисленных блюз-наград. Решение приехать в далекую Сибирь с Балтимора обусловлено не гонорарами, а скорее желанием познакомиться с незнакомым краем, который в представлении некоторых иностранцев кажется чем-то фантастическим. Но первые впечатления о новосибирской земле оказались самыми благоприятными. Я думаю, что стереотипы есть у всех нас. Я очень много читала перед поездкой. Я думала, что будет здесь очень и очень холодно. Но тут примерно такая же погода, как у нас в Балтиморе. На феврале я к вам не приеду. Еще я заметила, что таких людей, как я, здесь очень мало. И когда я иду по улице или захожу в магазин, то я ощущаю на себе пристальные взгляды и привлекаю очень много внимания. Перед выступлением я беру перерыв. В этот момент я ни с кем не разговариваю, настраиваюсь на концерт, и это дает мне энергию. Еще смотрю на фотографии своих сыновей. Они меня очень поддерживают. У меня два больших сына, так что нянька им больше не нужна. И когда я сказала, что еду в Сибирь, они сказали, куда? Но они очень гордятся мной тем, что я делаю сегодня. But they're very proud. I get so tired Of hearing what can you do When you know doggone well It's up to me and you So no, I'm not gonna cry I'm not gonna live no more in fear Что меня удивило в русских музыкантах, с которыми я сегодня буду выступать, это их самодисциплина, их требовательность к себе. Все вместе рождает отличную музыку. И самое главное, что наша музыка идет из души. У них это тоже есть. Играет музыка Одно из главных качеств музыканта не зацикливаться на одном жанре, а знать и понимать, что вокруг много интересной и хорошей музыки. Еще один принцип – умение увидеть мир. В этом мире очень много разной музыки. И если обратить внимание на дворники у машин, то они тоже издают музыку. Я люблю экспериментировать в музыке. В данный момент я работаю над проектом, который связан с народной музыкой со всего мира. Это музыка против насилия. Она нацелена на мир, на толерантность. И, возможно, Россия не станет исключением в этом проекте. Лея читает лекции по всему миру, затрагивает темы гражданских прав человека и, в частности, права женщин, и рассказывает об истории афроамериканской музыки. Эта музыка в своем роде очень оригинальна, и в то же время это некий микс, в котором переплетено множество культур. Афроамериканцы были привезены в Америку как рабы. Африканские напевы и мотивы они привезли с собой. И, естественно, произошло смешение с европейской музыкой. Сегодня это такая вот смесь. О, музыка – неотъемлемая часть моей жизни, ее нельзя рассматривать отдельно от меня. Музыка может изменить человека, она может изменить нацию, страну. Когда-то такие люди, как я, боролись за свои гражданские права, и мы пели, пели, чтобы вдохновлять себя. Мы черпали энергию из наших песен. Музыка. Музыка. По версии журнала «Эссенс» в 2005 году, Леа Гилмор вошла в число 25 афроамериканских женщин, влияющих на сегодняшний мир. Я делаю то, что делаю, потому что должна. Это не ради какой-то награды, это часть моего кредо. Я думаю, что музыка может изменить мир к лучшему. В первую очередь, самое главное в жизни – это семья, без которой я не могу существовать. Они – мое вдохновение. А кроме моей семьи, это Ганди, Мартин Ютер Кинг. Это много безымянных женщин, которые делают хоть что-то, чтобы жизнь стала лучше. У меня не бывает простых дней. Я руковожу некоммерческой организацией. Наша деятельность направлена на сохранение мира и также касается музыки. Еще я менеджер технологического проекта. Я создаю время. У меня 28 часов в сутки. Я не знаю, но мы же женщины, вы понимаете. Женщины во всем мире способны на такое. Но больше всего меня поражают матери-одиночки, у которых по 4-5 детей. И ежеминутно они делают все для своих детей. Для меня они – настоящие героини. Несправедливость где-то рождает несправедливость во всем мире. Я это поняла из работ Мартина Ютера Кинга. И я стараюсь эту несправедливость сократить. Это мое кредо. Приглашая музыкантов, творчество которых меняет мир, Бирман и сам участвует в его изменении. Организаторы надеются, что Лея оценила русское гостеприимство и обещают удивлять своих гостей в дальнейшем. Уже планируется приезд новых исполнителей, их проникновенная музыка наполнит сердца вдохновением и подарит множество приятных вечеров.